Вот так вот погнали! Сегодня спонтанная поездка, поэтому вот стоим в пробке. В пятерочке нет, отправили на рынок. Я бы здесь жил. Ну да. Ребят, хочу показать, как проще установить палатку для туалета. Ну все, поджигаем. Поджигаем. Хорошенькая. Сивенькая. Пойдем. Рыбалку надо только чуть-чуть попробовать. Всем привет. Всем привет. Сидели-сидели дома. Лежали на диване. Лежали на диване, смотрели, что погода сегодня 22 градуса, завтра 15, ночью 5. И вот так вот погнали на кемпинг, на рыбалку, на одну ночку. Приедем, помелочи лагерь поставим. Я покидаю спиннинга, Екатерина дальше без меня подсоберет лагерь, ей это нравится. Потом приготовим, покушаем, включим музычку, натянем, наверное, гирлянду, может, сегодня. Сделаем прощальную ветеринку. Сделаем сегодня большой костер, скорее всего, прощальный, потому что мы улетаем отдыхать. Ну это не точно, что прощальный, потому что сегодня мы тоже не собирались ехать. 28 числа просто мы улетаем. Но когда вернемся с Азии, может быть, мы сделаем еще осенний выезд, потому что в октябре мы никогда не выезжали. В том году мы закрыли сезон 28 числа. Все, увидимся на месте, либо, может быть, там, если что-то будет интересное, по дороге включимся. Всем хорошего дня, хорошего просмотра. Если вам не жалко, лайкосик, подписочка, коммент любой там, комментарий любой, можно просто вот все, если вот так просто будут ставить, то нам будет очень приятно. Все, двигаемся. Заехали в рыболовную с Екатериной. Да, сейчас стоим в пробке. Мы не любим ездить в выходные, потому что пробки и в сезон очень сложно место найти. Но сегодня спонтанная поездка, поэтому вот стоим в пробке. Мы уже добрались до места, поставили шатер, перенесли всю снарягу нашу и обнаружили, что забыли газ. Вот, поэтому я поехала до Пятерочки, тут недалеко Пятерочка есть. Пожелайте мне удачи. Я уже подъезжаю к магазину. Надеюсь, газ будет в наличии. В Пятерочке нет, отправили на рынок. Все, газ я купила. Подходила к людям на улице, спрашивала, где у них можно купить газ. Никто не знал. Один мужчина мне подсказал, что только на рынке можно. Все, обратно возвращаюсь. Денис там голодный. Ждет. Я приехала, Денис тут пока меня не было. Шатер полностью загрузил. Все, на столик уже выставил. Мы сегодня бергер опять не взяли кухню. Тут он зарядку вот так приспособил. Тут наша зарядочка. Будет она у нас вот так. Все развесила на крючочке. Молодец. Тут холодильник. Арбузик сегодня будем кушать. Термосумка. Ну вот, так что он уже все поделал. Лаунджу зону нашу обустроил уже. И солнечную панель. Ну что, не соскучился тут еще? Нет. Я бы здесь жил. Мы пойдем перекусим. Время три часа. Мы только завтракали. Это шикарно, что у нас все уже стоит. Нам сейчас туалет поставить пять минут. Да какие? И палатку поставить двенадцать минут тридцать четыре секунды. Я чуть-чуть даже здесь подмел. Там дощечка вот эта. Сделал построюще покраснее. Я так понимаю, что если ты газ не купила, у нас вот этот бы газ нас выручал на плите. То есть нам бы хотя бы чайника ослали. Ну да, да. А, мы еще не показывали свою новую горелочку, что купили. Наша горелочка сломалась. Сдались вот такую фирменную. Такая она, конечно, вся. Покачественные материалы такие. Не как-то у нас до этого было. Она у нас до этого пять лет отслужила. Я ее брал за четыреста рублей. Такая что-то семьсот пятьдесят семь рублей отдали за нее. Прикольная. Посмотрим, сколько в два раза дороже послужит, да? Ну и чистота у нас использования ее как бы тоже больше будет. Вот этот рожек дожечь, чтобы на зиму его дома не оставлять. Мы его выльем. Умывальник я еще сделал. Все, подошли, открыли, включили, закрыли, брали. Все четко. Проводила рыбака. Вот столько у меня еще работенки тут. Палатку ставить, туалет надо поставить. Все загрузить. Ты что-то забыл? Я хочу поставить все-таки разный зацепляйку. Я уже устал с утра удоставать. Ну давай. Ребят, хочу показать, как проще установить вот эту палатку для туалет. То есть обычно для установки требуется второй человек. Покажу, как проще ее поставить. Вот мы ее раскрыли. Кинули ее вот так на зенду. И не нужно ее вертикально устанавливать. То есть нужно ее вот так просто разложить. Одна нога встает сюда. И вот все, палатка открылась. Сразу запишу тогда, как ее быстро собрать. Для того, чтобы ее собрать, нужно вот ее вот так вот сложить. Так же кинуть на землю. И потом к узкой части мы сгибаем ее пополам с нижней части, да? И вот так произвольным движением закручиваем. Все. Один раз если получится, дальше проблем не будет уже. Проблем и так нет. Так, ну что. Начнем готовить макароны с тушенкой. Включим газ. Наберем водички. Набрали водички. Ставим макарончики вариться. Пластику подальше уберем. Макарончик газовый. Надо подсолить водичку. Подсолим воду. Все, ждем пока вода закипает. Так, водичка закипела. Добавляем наши макароны. Убавляем газ чуть-чуть. Так, макарошки почти уже сварились. Макарошки будем обжаривать с домашней родительской тушеночки. Родители делают сами. В тот раз было с говядинкой у нас мы как-то делали. В этот раз будет свининка. Сейчас будем макароны промывать. Ага, смотри, на ноги не брызем. Сюда его капаем. Так. Смешаем. Промываем. Все. Добавим специи. Домашнюю мама дала, когда были петрушечку. Добавим укропчика. Добавим вот такую специю у нас есть. Здесь базилик, томаты и чеснок. Вкусная специя, кстати, взяли. Никогда-то даже не видел состава такого. Ну, прикольно, мне понравилось. Дальше добавим перчика. Четыре перца. И добавим чуть-чуть, совсем чуть-чуть паприки. Чтобы было вкуснее. Все. И протушим это чуть-чуть. Очень-очень вкусно пахнет. Ну что, всем приятного аппетита. Тебе, жена, приятного аппетита. Тебе, муж, приятного аппетита. Сегодня костер будем рано зажигать. Да, здесь очень влажность большая. Уже вот мы приехали. В местах, где не было солнца, уже начало промокнуть. Да. Поэтому сейчас уже все, влажность поднимется. Надо одеться. Сейчас заденемся, покушаем. Да? Я пойду попробую покидать спиннинга. Сегодня здесь рыбак проходил, говорил, что мужик пять чуть-чуть поймал. Но утром. Вообще, самое лучшее время для кемпинга – это конец весны и начало осени. Когда погода такая, они супер жарко, комфортно. Самое главное, что нет вот ос, мух. Комары, если есть, то они вообще неактивные, их очень мало. И все, поджигаем? Поджигаем. Газовый баллон подзамерзает уже. Холодно. Кутерброда. У нас очередное застолье. Притащили перца палета? Кто-то привез. А мы притащили. Вот такой у нас костерчик пока горит. Мы привезли с собой дрова, березу. Ну, вообще, по сезону мы должны уже сидеть в шатре. Да? Наверное. По температуре. Так бы мы сидели в шатре раньше. Но из-за того, что у нас пока старый стол, который мы отдадим через недельку, и себе мы еще не купили, мы за старым столом не хотим сидеть. Поэтому мы сидим здесь. Сегодня же прощальная вечеринка? Да, кстати. Сегодня, наверное, прощальная вечеринка. Танцевать будем сегодня? Смотрите. Магаз пока пока да или поду еще принесу один раздел да не хватит наверно если здесь прямо вот сюда спускаешься здесь почему-то тепло сейчас наверно подойдем к реке будет снова холода вот он я тебе помогли ушла да где-то плавает видно и октяне видно слегка сейчас выйдет к нам на берег погреться у костра давай посмотрим за весь сезон ни разу не проверили как он ловить да но он видишь мы блины зачем мы стрел у него на самом деле можно кидать он такой видишь он рассеянный но зато смотри какой он яркий на лагерь посвятил вот на палатку ну да недалеко как бы ну наверное не предназначен что прям далеко у нас фонарики в лагере никогда не погаснут а тот тоже сильный ну я не знаю у него же с двух сторон он лупит ну да не знаю можем включить его доставать долго попозже хорошо давай пусть стемнеет а то еще толком не стемнело это наверно сова мышку поймала сегодня поленилась да я же могу иногда полениться утренний улов весь контакт есть дорогая моя вот это уже хорошенькая побольше той дэкси вот она жди ну что с добрым утром добрым утром есть дорогая рука молодец молодец ты удобнее быть надо ли здесь нет да не там спешка на удобней хорошенькая красивенькая пойдем сегодня замарала третья третья моя щука на все пусть плывет давай дорогая ой таревна пошла красиво так медленно она вижу медленно доброе утро да доброе утро всем будем готовить ты тренируешься перед отпуском да ты оттачиваешь свой английский безупречный у меня только у меня все слова знаю по-английски у меня страдает только произношение действительно серьезно поэтому я и не говорю по-английски потому что ну реально у меня хромает произношение и серьезно в отпуске будешь только ты общаться да а у нас всегда только же я общаюсь приятного аппетита это белка нужна тебе или ты ложка ложка что ты хочу рассказать я хочу рассказать что мы завтракаем в обед потому что мы все утро рыбачили сколько щук ты поймал 3 3 щуки денис поймал дениска редиска молодец да только у нас случилось одно непоправимое ну точнее поправимое но не сейчас сейчас мы не можем это поправить у нас оторвалась блесна на том берегу любимая на которую щуку и поймали вот здесь эта дорога вот если все эти дети да я на час назад по ней пойду ага а туда беляет вода литянючая ну представляю я сорта еще щуку мочу там глубина у меня кажется с берега сюда по коленам блесна вот тут ближе должна быть вот сюда да тут было конечно ну по идеям не похищено блесна у меня просто вот так все живите ну может просто солнце сюда светит Здесь вообще далеко видно прозрачно Боюсь, что ты тут Аккуратно Глубоко, да? Тапочки Я в тапочку решил уйти Ну правильно Не Я в тапочку наступаю А ну все Все замерз Вот он Папочка не могли мы без веселой истории на очень умный очень остроумный умнейшая история берег чтобы перейти на ту берег мне пришлось на метров 500 прошагать туда до реки найти брод там есть виду на уазиках кто катается на к на квадриках у них брод там есть парика пришел я по колено по броду дошел до этого места где оторвал блесну на той стороне и пошел в воду там глубина оказалась почти по грудь данная была вода здесь в этой реке летом холодная сейчас я не могу сказать что холодная она очень холодная в общем блесну не нашли вот в чем дело попытка серьезная была где даму грохнулся ладно хоть не сразу в воду да но прикольно не тупо сидеть зато уже блесну заказали на так когда она придет блесна и мы забрать как раз в следующем и уходу ништяк я люблю эти блесны начинаю потихоньку собирать лагерь мы обычно что-то соберем потом посидим попьем чай порыбачим потом еще что-то соберем чтоб не напрягало потому что раньше сразу все собирали и уставали уезжали вообще выжатые как лимон погодка бомба в прошлом видео мы показывали как ее просто было поставить особенно первый раз когда мы ставили вот а сейчас покажу как ее просто собирать одной без какой-либо помощи можно очень быстро ставится это больше всего мне и нравится то есть установка простая и сборка тоже очень простая а а но он у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что друзья, мы возвращаемся домой На всякий случай решили попрощаться в этом сезоне В 2024-м зимой мы не ездим на кемпинг Но еще выйдем на связь, еще будут видео от нас без отпуска Куда ты летишь? А ты? Про рыбалку хотим сказать Я очень сильно боролась с прошлого года с Денисом И просила его не становиться рыбаком Потому что если он чем-то увлекается, то это все Но сложно, да, не стать рыбаком? Как мужик сегодня этот сказал на том берегу Рыбалку надо только чуть-чуть попробовать И потом уже где остановиться Да Я вам говорю, это точно Поэтому в сегодняшнем видео мало вообще всего Потому что мы все время рыбачили Поэтому как-то так Скромненько В этот раз Будем говорить до свидания Да До встречи Не теряйте нас Надеюсь, вы будете с нами и в следующих видео В следующем году и в следующем сезоне Мы погнали Пока Пока На дивал по моде На нелитые диски Резина по погоде Менял ее наряды Полировал и красил И отмывал на мойке От крови и от глязи А если где-то мразили Перекрестки мяли Просил, чтобы под руку Слегка подрифтовали Когда с деньгами туг От себя поил он пивом Матачку только чистым И правильным бензином И наглухо тонировал Как солнце припекало Кольцо по ветреной Гари парят их с радаром Пока